Стоило это для меня дорого. И поэтому я купила черную, белую и желтую. Так получилась у меня вот эта первая картинка. Конечно, это была кошка. Сейчас она покупает шерсть партиями и может позволить себе больше двух сотен различных цветов. Говорят, место женщины на кухне в моем случае это так и есть, шутит Светлана. Именно здесь девушка делает свои необычные картины из шерсти. Для того, чтобы сделать картину из шерсти, нам нужен какой-то образец. Я выбрала вот такую картинку с солнышком. Нужна рамка обязательно со стеклом, острые ножницы, пинцет и, собственно, всё. И цветная шерсть. Шерсть отрывается, как вата, и небольшими кусочками выкладывается на бумагу. Из них создаётся фон и крупные объекты, солнце и трава. Далее очередь мелких деталей, цветов, лучей и глаз. Для этого и понадобится пинцет. На одну работу уходит до пяти часов. Семь лет назад Светлана увидела в сети картину из меха. У девушки тогда была аллергия на шерсть, но ей до того приглянулось изделие, что она повторила его, не обращая внимания на симптомы. Недавно Светлана поняла, пора уходить с работы. Художница доказывает себе, что хобби можно сделать профессией. Она продаёт свои картины и проводит мастер-классы. Творит по псевдонимам Светлана Беззаботик. Так назвал меня муж. И он сказал, ты, говорит, у тебя такой беззаботный вид, когда ты занимаешься творчеством. Ты так всё время улыбаешься. И вот так и пошло. Художнице нравятся забавные сюжеты. Она часто делает животных, особенно кошек. За последние годы её коллекция выросла. Картин набралось столько, что Светлана Беззаботик решила устроить собственную выставку. Она открылась сегодня в детской библиотеке номер 9. Картины провисят там до 2 октября. Здесь также будут разыграны три сертификата на бесплатное занятие по жилописью шерстью.